Здравствуйте! Месяц назад мы объявили о том, что в этом году у вас есть уникальная возможность поздравить любимого героя СТС с главным зимним праздником. Вы приносили и прислали свои творческие работы в нашу редакцию. Каждый день почтовый ящик СТС пополнялся новыми посланиями, и к концу декабря их накопилось больше сотни. Спешу поздравить вас с зимними праздниками и сообщить, что проект до нового года осталось официально завершен. Сегодня мы подведем итоги, вспомним самых творческих авторов и самых популярных адресатов. А главное, будем дарить подарки! В числе последних нам пришла вот эта работа. Она сразу заполнила нашу редакцию ароматом выпечки. Все потому, что ее основа сделана из печенья, а поздравление и вот такой яркий Дед Мороз из теста. С Новым годом телекомпанию СТС Курск поздравляют Кристина Мельник и ее маленький сын Валера. Спасибо! Теперь ваша работа займет самое видное место в нашей редакции. Одним из главных условий было то, что в своей работе вам нужно было применить максимум творческих способностей. Чем интереснее, ярче и оригинальная открытка, тем быстрее она отправится к адресату. Лидером техник оказалась аппликация на картоне. Таких работ в нашу редакцию пришло почти полсотни. В качестве декоративных элементов вы использовали бумагу, ткань, бисер, пластилин и шелковые ленты. Авторов трех самых необычных работ мы наградили необычными призами. Футболками от компании Свежак с нетандартным изображением курского соловья. Поздравляем всех с Новым годом! Желаем счастья, здоровья, удачи в Новом году! Спасибо СТС! 20 работ, пришедших к нам, это яркие рисунки. Карандашами, фломастерами, красками вы оформляли свои работы любимым героям СТС. Большинство авторов маленькие телезрители, поэтому им мы и подарили то, что больше всего обрадует ребенка. Это, конечно же, игрушки. У меня была открытка, снегирь был нарисован, и там рядом он был нарисован с курантами. Мне очень понравилось участвовать, хочу еще раз в следующем году принять участие. Мне очень приятно было получить его, я не ожидала, что я заработаю такой приз. Я сначала посмотрела рекламу, и меня заинтересовала эта идея, и я начала думать над форматом своей открытки, и какой она будет, что будет на ней нарисовано. И выбрала, одну открытку я сделала с Дедом Морозом, а вторую – ночной город из пластилина. Я очень рада, я не ожидала. Сема, спасибо за участие в нашем конкурсе, поздравляем тебя с Новым годом, вот твои призы. С Новым годом всех! Самыми первыми среди телезрителей свои творческие способности проявили Яна Семендеева, Олеся Ильина и Екатерина Дородных. За оперативную работу мы поощрили девушек пригласительными билетами в кинотеатр «Родина» на премьеру «Хобби – днежданное путешествие». Надеемся, девушки уже похрустели попкорном и насладились качественной кинокартиной. Мы не знаем, как будут проводить эти каникулы участники нашего проекта. Может быть, кто-то начнет мастерить новые открытки, только теперь уже к 23 февраля и 8 марта своим родным и близким. Другие останутся дома и будут пить чай с конфетами и наслаждаться любимым телеканалом. А другие будут посещать все городские мероприятия вместе со своими друзьями. Но могу с уверенностью заявить, что Алена Шашкова, Екатерина Савельева, Юлия Попова, Ирина Иванова, Данил Калгин и Александра Куракина отправятся на самый большой каток в городе «Гранд». За их креативные работы и участие в проекте до Нового года осталось, мы поощрили их пригласительными билетами на ледовую арену в детском парке. Открытка пришла в голову, что с детства нравились мягкие игрушки, но хотелось что-то мягкое показать и на открытке. Каток очень нравится, я очень люблю кататься и мне очень приятно. Я очень рада в целом, что участвовала в конкурсе СТС, объявленный не так давно. Безусловно, готова встретить 2013 год, безумно много планов на этот год у меня. И, конечно, желаю всем от себя любви, удачи и благополучия. Пик вашей творческой активности пришелся на середину декабря. Вы старались успеть до 21 числа. Нет, наши участники не боялись обещанного на этот день конца света. Просто именно до этой даты мы принимали открытки. С самого первого дня в нашем почтовом ящике наметились лидеры по количеству присланных им поздравлений. Возглавили список представителей семейства Воронинах. Им прислали 24 открытки. Причем больше всего из этих работ было адресовано актрисе Екатерине Волковой, исполнительнице роли Веры. Самую оригинальную работу для Веры Ворониной прислал Сергей Воронкин. Он профессиональный художник. И для любимой актрисы не просто написал зимнюю картину, а создал настоящую открытку на холсте. Она обязательно отправится в Москву. За такую необычную, яркую и профессиональную работу мы награждаем Сергея в фотосессии фотографа Марии Волобуевой. Сергей, мы благодарим вас за участие в нашем конкурсе. Ваша открытка была, пожалуй, самая необычная. Мы приготовили для вас самый необычный подарок – участие в фотосессии. Мы надеемся, что вы с вашей семьей откроете новый фотоальбом. Спасибо большое. А я хотел бы вашей компании, вашей команде СТС Курск подарить вот такое шампанское свое. Чтобы вы выпили на Новый год эту бутылку для того, чтобы все ваши начинания в будущем году исполнились. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю исполнения всех намеченных целей в Новом году – здоровья, успеха и счастья. Тоже картину на ткани акриловыми красками нашему телеканалу посвятила Антонина Пущиенко. Мы дарим девушке корзину косметики от магазина «Ифраше». Антонина, мы поздравляем вас с Новым годом и желаем вам красоты и счастья. Спасибо. Насчет подарка не ожидала, что что-то получу вообще. А поучаствовать как-то в детстве никогда не приходилось в конкурсах участвовать. А тут благодаря СТС такой шанс, почему бы и нет. Ну, подумали все семьей, что сделать. Вот решили поздравить вас с Новым годом. Так и выиграли подарок. Восемь поздравлений для своих любимых героев вы шили. Это были мягкие открытки подушки и обтянутые тканью. А еще вы создавали работы на ватмане. Самые большие открытки всегда отличались яркостью и множеством рисунков. Фантазия наших телезрителей оказалась безгранична. И в одной работе они соединяли сразу несколько техник. Вот Александр Терехин, например, и елку на открытке украсил, и яркую ленту применил. На обратной стороне он нарисовал праздничную картину. А вот эта яркая коробка пришла в нашу редакцию с пометкой «3D-открытка». Инновационную разработку адресовали программе «Галилео». Кстати, ее ведущего Александра Пушнова вы поздравили с Новым годом шесть раз. Два раза больше открыток было адресовано актерам сериала «Закрытая школа». Доктору Зайцевой или Яне Крайновой вы прислали восемь поздравлений. Кто-то рисовал ее портрет, кто-то посвящал стихи. А Алиса Иванова пожелала героине лесной малиной и креативных идей. Маленькие телезрители адресовали свои работы маленьким героям. Катя Старшова, пуговка из сериала «Папины дочки», получила от зрителя СТС «Курск» шесть поздравлений. Это были аппликации и рисунки. А шестилетний Илья Емельянов подарил ей вот такой новогодний мешочек из картона. Вы не забыли поздравить и веселую команду уральских пельменей, и ярких персонажей из шести кадров, и харизматичного шеф-повара из сериала «Кухня». Две модницы принесли в нашу редакцию поздравления для программы «Снимите это немедленно». Татьяна Лазарева, Мария Берсенева, Дмитрий Нагиев и героиня сериала «Детка» тоже не остались без поздравлений. В первую очередь спасибо каналу СТС за то, что каждый год предоставляет такую возможность поучаствовать в этом конкурсе и поднять новогоднее настроение. Мы хотим сказать спасибо всему каналу СТС и пожелать всем телезрителям, чтобы они не боялись пробовать свои силы в таких конкурсах. Лиза, мы поздравляем тебя с Новым Годом, желаем тебе счастья и надеемся, что наш подарок порадует тебя и займет отличное место на полочке в твоей комнате. Спасибо. Я поздравляю всех с Новым Годом, желаю счастья. Творческих участников проекта «До Нового Года осталось» оказалось так много, что подарки мы раздавали в течение трех дней. Вы приходили к нам в редакцию, мы поздравляли вас с Новым Годом. Дима, ты со своим братиком участвовал в нашем конкурсе новогоднем, поэтому мы дарим вам два подарка, вот такой конструктор и вот такую вот интересную царапку. Будем надеяться, что тебя и твоего брата эти подарки обрадуют и поздравляем вас с Новым Годом. Спасибо. Я долго думал над созданием открытки, какой будет каркас, какой будет формат. Я выбрал большую открытку и решил, что будут внутри подарки для всех ведущих. Мне понравились очень подарки и я надеюсь еще поучаствую, во всех конкурсах буду участвовать из ТСКОРСКО. Поздравляем вас с Новым Годом, у нас была одна из интересных открыток, вот вам такого солона дарим презент. Просто захотелось увидеть то, что участвуют другие и самой захотелось, не ожидала, что понравится. Некоторые участники так спешили поздравить любимых героев телеканала СТС, что забыли указать номера своих мобильных телефонов. Сейчас я назову именно тех, кто смастерил креативные работы и может получить подарок от наших спонсоров. Кирилл Гридин, Софико Джаркова, Дарья Горбачева, Катя и Жанна Брежнева, Анастасия Шиставина, Альбина Хачатарян, Данил Симонов, Витя Пуговкин. Сразу после новогодних каникул приходите в нашу редакцию по адресу Дежинского 39 и забирайте свои заслуженные подарки. Удивительно, но одна из открыток предназначалась вовсе не герою СТС. Ее прислали Сергею Светлакову, но несмотря на это, открытка все-таки попала в наш эфир. Более 30 открыток пришло в адрес журналистов СТС Курск. Нам было очень приятно читать добрые слова и любоваться вашими работами. Спасибо! Как здорово на Новый год получать искренние поздравления, да еще и авторские работы. Наши адресаты получили именно такие подарки. Ручной работы и выполнены эксклюзивно для них. А некоторые талантливые участники нашего проекта тоже получили такие подарки, созданные в единственном экземпляре. Это дизайнерские подушки от магазина Эдем. Лиза, мы поздравляем тебя с Новым годом и желаем, чтобы эта подушка принесла тебе в Новом году удачи. Спасибо! Я вообще очень люблю львов. Я сама вот лев. И, наверное, я все-таки действительно размещу его на кровати рядом с собой. Интересно, а какие подарки участники нашего проекта дарят своим родным и близким? Уверен, что это необычный презент, которому обязательно прилагается открытка ручной работы с теплым поздравлением. Соревноваться в творчестве с нашими телезрителями мы не стали и решили подарить им самые лучшие подарки – книги. Я хочу поздравить всех с Новым годом. Я хочу пожелать всем счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Елена, мы поздравляем вас с Новым годом и желаем, чтобы ваши творческие идеи достигали совершенно. Спасибо большое. Давно хотела поучаствовать в каком-нибудь креативном конкурсе. Ожидала, там говорили, всем призы дают. Ну, я смотрела все эфиры. Ну, вот и ожидала какой-нибудь такой подарок. Самые яркие, творческие и необычные открытки с вашими поздравлениями мы отправим в Москву адресатом. Быть может, Павел Прилучный, Галина Ивановна Воронина или Александр Пушной скоро подбегнут вам в эфире СТС. Сейчас в моих руках стопка работ, которые уже точно отправятся в столицу. Это вот такой медвежонок. Вот это яркая поделка. Вот такая работа для программы «Снимите это немедленно». Все эти открытки мы уже показывали в эфире. Ёлочка. Дед Мороз из ткани. Вот такая вот подушка-открытка. И вот еще одна работа, которая самая крупная в нашем проекте отправится в Москву. Ее, наверное, придется отправлять отдельной посылкой. Так что, дорогие друзья, следите за эфирами СТС Курск и следите за дальнейшей судьбой ваших работ и открыток. Уверен, вы встретите этот Новый год в компании любимых героев. Пусть этот праздник подарит вам счастье, отличное настроение и полет творческой фантазии. А она обязательно вам пригодится ровно через год в новом проекте «До нового года осталось». Редакция телеканала СТС Курск еще раз благодарит вас за теплые слова и участие в нашей программе. Смотрите СТС Курск и получайте только приятные подарки. До встречи в новом году!